И другим темам. Совет атаманов Кубанского казачьего войска прошел в Краснодаре. На мероприятие прибыло около 700 человек атаманных отделов районных и городских казачьих обществ, а также заместителей глав муниципальных образований, которые курируют вопросы по делам казачества. Какие темы обсуждались, расскажут наши коллеги из Екатеринодарской епархии. Перед началом мероприятия все участники собрания получили в подарок небольшую брошюрку о том, что является центральным событием христианской жизни. О воскресении Христовом. Совет атаманов начался с торжественного внесения знамён. После прозвучали гимны России и Кубани. Перед началом работы заседания помолились. Молитву прочел духовник кубанского казачьего войска, протеерей Иоанн Гармаш. В Совете приняли участие глава Кубанской митрополии, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и председатель Синодального комитета по делам казачества Московской Патриархии, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Он стал почётным гостем Совета. В докладе, с которым обратился к казакам митрополит Исидор, владыка отметил положительные изменения, которые произошли в казачьей среде за прошедший год. В прошлом году я просил войскового священника протеерей Иоанна Гармаша усилить духовно-просветительскую работу среди казаков. Очень рад, что он прислушался к моим словам, и казаки откликнулись на призыв церкви. Во всех казачьих обществах встреч атаманов благочинными, их помощниками по работе с казачеством стали регулярными, в основном ежемесячными, а в некоторых даже еженедельными. Но его высокопреосвященство особо подчеркнул, что останавливаться на достигнутых результатах никак нельзя. Кубанский архипастер призвал усилить совместную работу по воцерковлению казаков и их семей. С прошлого года ещё не решён вопрос о создании воскресных школ для казаков. Митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл, по указу Патриарха Московского и Сиеруси Кирилла, вручил юбилейную медаль в память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви войсковому атаману, казачьему генералу Николаю Далуди и духовнику Кубанского казачьего войска Протеерею Иоанну Гармашу. В повестку дня Совета атаманов были включены наиболее значимые для Кубанского казачества вопросы. Итоги участия делегации казаков Кубанского казачьего войска в работе Большого круга российского казачества, работа недавно созданного Союза казачьей молодёжи Кубани и многие другие. Идео Страва.